Судьба у этих проектов сложилась по-разному. Эти проекты были разные по масштабу стоимости. И Теватрон, несмотря на решение такой амбициозной и новой задачи по созданию технологии и производства промышленности по производству сверхпроводящих магнитов, обошелся примерно в полмиллиарда долларов. Плановая стоимость проекта ОНК оценивалась примерно в 4 раза, 4 или 5 раз дороже. Проект сверхпроводящего суперколлайдера, по оценкам американского правительства, должен был обойтись примерно в 12 миллиардов долларов. Из всех этих проектов реализованы были далеко не все и по каким причинам. Наиболее драматичной судьба оказалась сверхпроводящего суперколлайдера в Соединенных Штатах Америки. К 1993 году был уже создан туннель примерно 23,5 километра длиной. Началась сборка оборудования для инжекционной цепочки основного ускорителя. К 1993 году было потрачено уже примерно 2 миллиарда долларов на реализацию этого проекта. И 21 октября 1993 года Конгресс США прекратил развитие этого проекта. На самом деле вот это решение, оно возникло не на пустом месте, оно явилось судьбоносной для всей физики высоких энергий конца 20 века. Чем было вызвано такое решение? Может быть это явно и не звучало. С одной стороны, 1993 год, это год, когда уже не существовало Советского Союза. И один из пунктов, по которым было решено прекратить проект сверхпроводящего суперколлайдера, было отсутствие необходимости впредь доказывать Америке свое научно-технологическое превосходство. Исчез противник, с которым боролись. Но это только одна сторона медали. Предыдущие поколения ускорителей, которые еще не использовали сверхпроводимость или использовали сверхпроводимость, фактически завершили создание теории сильных взаимодействий, теории элементарных частиц. Была создана так называемая стандартная модель, которая включила в себя теорию электрослабых взаимодействий и квантовую хромодинамику, то есть теорию сильных взаимодействий. И эта теория фактически закрыла те наивные ожидания, которые возникли с момента открытия изобретения кварков и открытия партонов в протоне. Распад протона практически исчезающий малой вероятности процесс. Выход человечества к новым источникам энергии на этом пути невозможен. И аналогия с началом 20 века, когда развитие ядерной физики, которое шло примерно тем же путем, как последующее развитие физики частиц, и привело к созданию атомной бомбы и атомных электростанций, такое развитие не более чем дежавю и ничего за собой для человечества не несет. И американский конгресс признал именно этот факт. Физика высоких энергий перестала быть главной наукой для человечества. И дальнейшее развитие человечества должно идти другим путем. Физика высоких энергий представляет только фундаментальный интерес. Вот какое решение на самом деле вынес конгресс Соединенных Штатов. Может быть оно так явно не прозвучало. И вслед за этим, после закрытия проекта сверхпроводящего суперколлайдера, был прекращен проект ускорительно-накопительном комплексе в Советском Союзе. Примерно в это время прекратились испытания ядерного оружия. Сначала в Советском Союзе в 1991 году. В 1993 году испытания ядерного оружия прекратила Америка. В 1996 году к этим странам присоединились Англия, Франция и Китай. То есть фактически тот необычный процесс, который протекал в биосфере, начиная, наверное, с первых десятилетий XX века, он фактически завершился. Что это за процесс был? Вот я обрисовал некоторые его черты. Может быть стоит остановиться на нем подробнее. Это экспоненциальный рост почти всех показателей, которыми можно характеризовать население планеты Земля. Вовлечение энергоресурсов в производство. В ходе этого процесса начали происходить на поверхности планеты те процессы, которые в биосфере ранее никогда не реализовывались. Перемещалось огромное количество вещества, миллионы тонн. Это вещество превращалось в машины. Машины каким-то образом распределялись по территории планеты и превращались в металлолом в ходе войн. На планете зажглись атомные электростанции. Планету в течение 50 лет сотрясали атомные взрывы. Капли вещества с поверхности планеты вылетели за пределы атмосферы, достигли планет Солнечной системы, вылетели за пределы Солнечной системы. Радиоизлучение с поверхности планеты достигло радиоизлучения, характерного для звезд. То есть Земля вспыхнула, как новая звезда в радиодиапазоне. И начиная с 90-х годов, все эти процессы пошли на спад. Это такая комбинация параметров, резкое изменение параметров, флуктуация параметров, характерна для фазового перехода. Что за фазовый переход происходил на планете Земля? Наверное, назвать его, это еще не значит объяснить, но название этому фазовому переходу еще в 30-е годы сформулировал Вернадский. И он сказал, что мы живем в эпоху, когда биосфера переходит в состояние, называемое ноосферой. И начиная с формирования ноосферы, далее определяющую роль в развитии планеты Земля будет играть человечество и его наука. Вот этот переходный процесс, который проявился таким фантастическим образом, может быть непонятным для нас, мы пытаемся объяснить его из каких-то военно-политических противостояний, еще что-то. Если бы физик со стороны взглянул на этот процесс, он бы сказал, что это характерная картина фазового перехода. Фазовый переход практически завершился к концу 20-го века. И планета Земля вступила в новый период развития, когда население планеты практически стабилизируется. Возникновение новых источников энергии практически не ожидается. И дальнейшее развитие идет по пути совершенствования уже освоенных источников энергии. Если говорить на более мелком уровне, на уровне бытового восприятия, среди большинства людей пропал интерес к физике высоких энергий, к физике таковой. Физика перестала быть основной наукой. И вот эти новые реалии, которые возникли, каким-то образом были осмыслены и положены в основу программы стратегического развития науки и технологий в Российской Федерации. И какие это новые реалии? На самом деле вот этот героический штурм, предпринятый человечеством против законов природы по пути нахождения новых путей развития, привел к созданию очень многих уникальных установок. Эти уникальные установки, ту задачу, те надежды, которые на них возлагали, не оправдали. Но они привели к созданию новых технологий и стали инструментами для развития новых технологий в совершенно других областях науки и техники. Наверное, характерна судьба старых установок ускорительных, которые строились для экспериментов физики высоких энергий. Часть из них оказалась недостроенной или заброшенной. Это 20-километровый туннель ускорительно-накопительного комплекса в Протвино, 28 километров недостроенного туннеля в Америке. Это туннели, заполненные оборудованием в Германии, в Соединенных Штатах, оборудованием, которое уже не работает и, скорее всего, никогда не будет работать. Другие установки были переоборудованы под другие задачи. Например, линейный ускоритель Стэнфордского университета, открытие на котором и положило начало бурному исследованию физики частиц, с 2008 года был переоборудован в качестве источника для лазера на свободных электронах рентгеновского диапазона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok